Гомельские городские молодежные театры, Гродинские областные драматичные театры проведут обменные гастроли. Артисты представят у гостях спектакли для дорослых и детей. Под обязанностью в нашем наступном сюжете. За 19-го по 14-е красавика артисты Гродинского областного драматичного театра будут находиться на гастролях у Гомеле. А прошлый раз они выступали в городе над Сожем около 10-ти годов тому. Заслуженный коллектив Республики Беларусь широковядомый в нашей стране и за ее межами. У Гомеле гродинские артисты представят одразу три спектакли. Нас чекает детская постановка «Жили-были две лясишки», история про себя просто и взаимодопомогу. Узор французской комедии «Незаконное уворвание» и гумористичный спектакль «Боинг-боинг» про молодого лавеласа, который заводит роман одразу с трима стюардессами. Вот такие вот интересные работы привозит к нам Гродинский театр. И мы очень надеемся, что жителям нашего города будет очень интересное творчество наших коллег из Гродно. Мы уезжаем на гастроли в Гродно 19 апреля и везем к ним наши спектакли. Семейный портрет с посторонним, школа лавеласов и женщина ждет или исповедь эгоистки. Что тыжится гастрольной деятельности артистов Гомельского городского молодежного театра, все лета и она вельми насыщенная. У лютым актеры выступали у Витебску, у Саковику, у Могилеве. Зараз они сбираются на гастроли у Гродно, а у червя не плануют отправиться на фестиваль у Москву. Не оглядяши на такие активные гастрольные графики, творчая трупа зауседы поспевает радовать и гомельчан цикавыми премьерными проектами. Яков Васильевич Натапов будет ставить две премьеры. Спектакль будет называться «Игры и забавы». Это по пьесе Володина «С любимыми не расставайтесь». Следующий спектакль опять ставят Натапов. Это к дате Чернобыля белорусский драматург Дударев пьеса «Сияние». Но это не будет скучный спектакль. Этот спектакль может жить и вне чернобыльской тематики. Так что мы с нетерпением будем ждать зрителя. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель».